Всем привет, друзья! Начинаем новый день, есть хорошая новость. На сайте прибавилась новая программа для набора, для проработки рельефа и для новичков, для тех, кто вообще ничего не умеет, ни отжиматься, ни подтягиваться и хочет научиться. Вот это для вас. Заходи на archimoris.com и качай базуки вместе с нами. Полетели. Утром что нужно? Утром нужно хорошенько пожрать, это правда. Я прям очень огромными порциями не ем, потому что я ем 7 раз в день, ну довольно такими средненькими порциями, вот такими примерно, 7 раз в день. И да, я в курсе, что это ускоряет и так быстрый метаболизм эктоморфа, но все равно зато это положительно влияет на ваш ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. И хорошо тогда будет чувствовать и печень, и желудок, и все остальное. Если вы будете жрать тоннами, то будет печень перегружаться и, возможно, начнет болеть, как у меня это уже было, когда я жрал просто непомерными порциями, огромнейшими. Поэтому лучше есть очень часто, но такими средненькими порциями. Вообще питание в бодибилдинге это самая важная часть, поэтому мы решили питание включить и в программу для новичков. Так я хотел сделать просто тренировки, а включили еще питание, потому что это очень важно, мы подумали, и поэтому будет теперь с питанием. Если вы хотите реально что-то добиться, набрать массу, накачаться, вам нужно хорошо питаться. А как вы будете хорошо питаться, если вы не знаете, как питаться, сколько белков, углеводов надо и так далее. А так все знания будут, и это хорошо. Сегодня я хочу попробовать, ну, подойти хотя бы к МСу на брусьях, потому что я посмотрел вчера, посчитал, и с гирей 24 килограмма мне нужно сделать 26 повторений, 26 отжиманий. По-моему, это писец какой запредельный результат вообще. Ну, попробуем, не знаю. Ну, разиков 15, мне кажется, я сделаю. Ну, не больше, 26 это вообще дичь какая-то. Потом я опрокидываю вот такую вот охапку витаминок, 6 штук. И заразь. Блин, это так все время сложно их глотать. Блин, никак. О, проглотил. Тут, короче, определенная техника нужна. Когда ты глотаешь, тебе, наоборот, нужно как бы не собирать во рту воздух, а тебе нужно вот так вдохнуть, короче, и сразу же на вдохе вот так и проглотить. Ну, короче, специальная техника. Пока был на работе, забыл выключить камеру. Она в кармане у меня снимала полтора часа, нагрелась как батарея, и уже зарядки просто нет. Наверное, сейчас вырубится. Зато я отпросился с работы на 30 апреля, и я смогу быть на экспо у Сарычева. Поэтому, кто пойдет, с теми увидимся. До встречи. Сейчас, короче, иду заряжать камеру, и полетели на тренировку проверять, сколько я сделал с 24-мя килограммами с гирей. Ну, что, я камеру зарядил, теперь иду разряжать железо. Полетели. Дом почти готов. Как же долго они его строят. Короче, сейчас попробуем 24 килограмма. Сделать на максималочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать. Черт. Ну, меня, видишь, качало очень сильно. Я не знал, потому что я вот так сделал. Она защитывается, да? Да, она на эту сторону. Я понял, защитывается, но нет. Да. Ну, если бить его получили. Ну, двадцать, нормально. Еще шесть тратит. Короче, из-за того, что меня качало, блин, это сложнее было. Когда зажимаешь, короче, вот сюда вставляешь сначала. Вот в эту продеваешь, блин, продение. Продеваешь, потом сюда продеваешь, потом застегиваешь. Блин, фига. Меня Халк обозвал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз. Два. Треть. Четыре. Пять. У него еще с руки сломаются, походу. Шесть. Семь. Семь? Да мог бы еще парочка, нет? Я думал. Думаю, остальное еще. Нормально, неплохо, красавчик. Короче, прикол в чем эктоморфы? Это чисто выносливость. То есть выносливость у меня упражнения идут на силу нифига просто. Связки очень слабые, наверное, и поэтому не хватает больших весов, чтобы, типа, сделать много. Там 60 килограмм на один я не могу. Даже Айтенко 90 может на один. Это жесть. Третий подход. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гелия, как огромное яйцо, просто перекатывается вот так, эта жопа. В принципе, если месяцок потренить, можно 26 сделать, я думаю, спокойно. Потому что я не ожидал, что я 20 делаю. Я думал, раз 14 сделаю. Четвертый подход, полетели. Блин, постоянно это яйцо перекатывается, невозможно баланс держать в жопах. Просто жесть. Сейчас с блином попробую, сколько получится. Чувствую похвал. С блинчиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятнадцать. Ну, это шестой подход все-таки. Мне кажется, я первый бы сделал разик 23 с блинчиком. Потому что его не кидается туда-сюда. Нормально. Короче, 8 за рубу. 60 фунтов это где-то 28 килограмм, наверное. В одном подходе, кто больше сделает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 18. Песчительная. Довая очередь Коляна. Тут, я думаю, где-то 28 килограмм, да, получается? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать шесть? Двадцать пять. Двадцать пять. Офигеть. У меня трицепсы забились после отжимания. Ну, красавчик все равно. Сейчас посмотрим, в том 80 больше сделает. Это где-то 37 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девять раз. Черт, это сложно. Тебе надо побить мой рекорд. Девять? Ну, как сказать, рекорд, это фигня, конечно. На сухую, наверное, раз 13, 14, 15 я б сделал. Раз. Два. Три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двенадцать. Нифига ты, машина. Двенадцать раз. Вообще огонь. Ну, у тебя плечи, наверное, рабочее, чем у меня. У меня плечи нищенские просто. Убиваю Коляна суперсетом на пресс. Арчо Морис. Коком. Лучший суперсет в стране. Лучший суперсет в мире. Делаем сначала с большой, потом меньше-меньше. И дойдем вот до этой. Он будет максимум делать с минималкой. Давай. С передной гантелей на максималку. Просто в отказ. Сколько сможешь. И все делается без перерыва. Давай два цапка. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Семь давай. Хорош. Горит пресс? Очень. Вообще огонь. И вот таких можно два круга сделать где-то. Опять же. С большого до маленького и так далее. Ну, в принципе, одного сета вот такого хватает. А потом можно пойти вот там ноги поподнимать. Чтобы прокачать немножко нижний пресс. И все. И огонь будет. И так каждый день. Ну, что, тренировка закончена. Ну, слушайте, блин. Если бы я изначально с блином делал, я бы сделал разика 23. По-любому. Потому что меня с этой гирей постоянно косило. То влево, то вправо. Там же нормально никак не сделать. Там же, понимаете, если бы можно было ноги выпрямить, как вот когда подтягиваешься, тогда бы нормально было. Но тут же не выпрямить. Ты как бы будешь ногами тогда впиваться в землю. И ничего у тебя не получится. А если скрещивать ноги, чтобы удобно было, то эта гиря просто как яйцо у тебя перекатывается. То влево, то вправо. Это жесть. Невыносимо. А просто держать тоже нереально, когда она болтается между ног. Потому что туда-сюда, туда-сюда. Лучше с блином, конечно. В следующий раз попробую. А так, большое спасибо за внимание. Поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока.